Музыка Со стороны историков, энтузиастов и поисковых отрядов идет активная работа, целью которой является более широкое раскрытие подвига воинов-казахстанцев на самых разных участках фронтов Великой Отечественной войны. Еще более широко такие возможности раскрылись в годы обретения Республикой Казахстан независимости. В административном центре Акмолинской области в городе Кокшетал с 2018 года действует военно-патриотический поисковый клуб Кокшет-Издел. С самого начала работы клуба его возглавляет Яркенбек Абдулин, энтузиаст своего дела. К тому времени Яркенбек Абуханифович набрал необходимый опыт по работе с архивами, в том числе и с архивами в городе Москве. Идея создания военно-патриотического поискового клуба встретила поддержку у руководства Высшего Казахского гуманитарно-технического колледжа, на базе которого он и действует. Каждый поисковик, наверное, начинает работу свою с организации, так можно сказать, поиска своих родственников. И я также пришел в поисковую работе, когда по следам боевых действий своего отца, боевого офицера, который освобождал Поршу и с победы дошел до Германии. Был тяжелоранен и демобилизовался. Вот с тех пор это начало 2000-х годов я начал. Уже в первый год организации клуба состоялась первая вахта памяти в Ленинградскую область России, где проходили бои за Синявинские высоты. Тогда с Еркинбеком Абдульным выехало 4 студента колледжа, двое юноши и двое девушек. Приобретенный опыт работы знакомства с поисковыми отрядами из России принес большую пользу. Новые полезные знакомства для всех участников группы. А в 2019 году поисковый отряд из Кокшетал выехал уже в российский город Тула по следам 238-й 7-палатинской стрелковой дивизии, где воевал сын легендарного героя казахского народа Амангельды Иманова Рамазан. Сначала пандемии коронавируса выездные вахты прекратились, но желание более широко открыть для земляков гибель в Харьковском котле в мае 1942 года 106-й казахской национальной кавалерийской дивизии, влившейся в состав 6-го кавалерийского корпуса генерала Носкова, привела представителей отряда Кукше-Издел, пусть и в ограниченном составе, на землю Украины. Примечательно, что значительная часть бойцов дивизии была из Акмолинской, Петропавловской, Кустанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Североказахстанской областей, Казахской ССР. Поисковая экспедиция по местам героической гибели казахстанцев-кавалеристов проходила с 16 по 30 августа 2021 года. Выехать в Украину представителям из Кокшетал помогло взаимодействие с общественным объединением «Мемориальная зона» под руководством профессора Евразийского национального университета имени Льва Гумилева, консультанта Военно-исторического музея вооруженных сил Республики Казахстан и Военно-патриотического центра Министерства обороны Республики Казахстан Майдана Кусаинова. К нему с предложением о возобновлении уже имевшей место быть в 2012 году экспедиции обратилось посольство Республики Казахстан в Украине. Материал был собран большой, началась работа по должной организации важного мероприятия. Поддержал инициативу Якимата Кмоневской области. И в этом году, несмотря на то, что это болезнь, пандемия, по согласованию Украины и Республики Казахстан, мы выехали на полевые работы по следам 106-й казахской национальной дивизии, которая сформировалась в Акмолинске. И нами в составе всеукраинской поисковой организации «Союз народной памяти» было поднято 115 бойцов и 18 личных опознавательных знаков. Мы уверены, что эти многие бойцы – это наши Акмолинские кавалеристы. Мейрамбек Тлеубай – один из активных участников поискового отряда КУПЩЕ-СДЕУ. Сержант запаса, он был на таких военных должностях, как командир отделения и сержант взвода. Примечательно, что его постоянная работа также связана с военно-патриотическим воспитанием молодежи. Он работает военным руководителем школы-гимназии номер 17 в городе КУПЩЕТАУ. Для меня вот это поисковое движение, то, что у нас связано с Казахстаном, то, что мы работали везде, для меня было как бы интересно, так как мы, молодежь, должны знать о своих предках. Мейрамбек Тлеубай – участник международной вахты с 16 по 30 августа 2021 года по местам боев 106-й казахской национальной кавалерийской дивизии. Вместе со своими старшими руководителями ему довелось побывать в трех местностях, где велась особая работа – в селах Степок, Червонная Балка и Лозовенька Харьковской области Украины. Каждый день был полон приобретения новых рабочих навыков, а также признания высокого уровня подготовки акмолинских поисковиков. При приезде в город Киев нас очень хорошо встретило посольство Казахстана. Также переотправили, направляясь в город Харьков, там же нас встретили консульство Казахстана. И направили нас в село Лозовенька, которое находится в Балаклейском районе. В Балаклейском районе село Лозовенька нас очень хорошо приняли, обустроили. Также выдали все необходимое для работы, которое у нас отсутствовало. Во время этой экспедиции в Союз Народопамяти мы были награждены грамотами, сертификатами. Есть у Мирамбека Тлеубая новые достижения, благодаря которым наши земляки еще более укрепляют свой авторитет в поисковом движении среди стран СНГ. В этом году также 24-25 сентября я принял участие в поисковом движении России международной конференции. И был награжден сертификатом от руководителя поискового движения России Цунаевой. В украинском селе Лозовенька, где жили представители экспедиции, как и в других населенных пунктах, память о павших воинах хранят не только обелиски, но и людская память. Учительница украинского языка и литературы Валентина Стремоухова, жительница села Лозовенька-Изюмского в недавнем прошлом Балаклейского района Харьковской области Украины, родилась в 1938 году. Из рассказов представителей старших поколений, своих родителей и других жителей, она помнит о подвиге воинов-красноармейцев из Казахстана. Здесь воевали не только русские, украинцы, а здесь воевали еще солдаты-казахи. Они были очень красивые, на конях. Многие тут женщины видели этих казахов, но война здесь была очень жестокая. Много погибло солдат здесь, особенно солдат азиатского народа. Ну, конечно, я слышала, что вот это Барбенковский котел, что там полегла целая армия, полностью была разбита. И потом все-таки же выгнали отсюда. Уже кто выгонял потом, я даже не знаю. Казахстанцы внесли весомый вклад в дело победы над фашизмом. На полях сражений полегло смертью храбрых множество бойцов. Домой возвратились не все, но, к сожалению, не все, не вернувшиеся домой с фронта, были найдены. И на всех есть сведения о местах их захоронения. И поэтому работа поисковых отрядов особенно важна. И радует, что она находит поддержку у властей области. Благодаря поддержке Акима области, Маржухаева Емель Гурумбаевича, его обеспечение финансовой поддержки для экспедиции, которая поехала по следам 106-й национальной кавалерийской дивизии под Харьков, это Украина, это большая работа, где уже более сотни человек останки были подняты. Это говорит о том, что после проведения соответствующих экспертиз, эти люди, вернее, родственники найдут своих дедов, своих отцов. И души этих воинов наконец-то приобретут покой. У военно-патриотического поискового клуба «Кукчездел» налажено международное сотрудничество и имеются четкие планы, требующие своего осуществления. Так уже совместно во взаимодействии с поисковой организацией Калужской области России в рамках разработанного проекта «Великая победа объединяет народы» проведено две видеоконференции в онлайн-формате с участием представителей общественности регионов. В планах такая же конференция, возможно, в режиме офлайн, в который планируют присоединиться представители Монголии, Сербии и Венгрии. Продолжается работа по увековечиванию памяти павших на полях сражений акмолинцев. Есть договоренность с аппаратом губернатора Калужской области, администрации Ульяновского района, где погибло много наших акмолинцев 387-й стрелковой дивизии, установить там памятную плиту. Я написал обращение администрации этого района, Ульяновского, и пришел ответ, что они одобряют и ждут нашего решения, то есть организовать установку, установление памятной плиты. Управление внутренней политики этот вопрос с управлением внутренней политики поднимал, и они тоже одобрили. Редактор субтитров А.Семкин